так он стоит значительно дешевле за сущие копейки почти даром короче из вольги вот такого диаметра рекуператор мы его варим готовый шлиф уже варим в чайнике с помощью обычной монтажной рейки и с помощью простой деревяшки в единую систему чтобы они вот так крутились делается на тяг хороший чтобы было плотно и получается такая намотка несмотря на то что торец не очень эстетичный воздух будет ходить отлично добрый день дамы и господа сегодня мы решили пополнить базу знаний ютуба на тему как сделать рекуператор своими руками но в отличие от других роликов где люди делают трубчатые рекуператоры из канализованных труб пластинчатые из различных сегментов там из линолеума из чего-то еще мы решили пойти самым сложным путем и сделать роторный рекуператор из настоящего материала который из которого он и делается но сделать это самостоятельно не назову не на заводе за недорогие денежки соответственно так он стоит очень много а так он стоит значительно дешевле за сущие копейки почти даром короче из фольги однако роторный рекуператор является самым эффективным по по своему кпд в отличие от других рекуператоров другого типа пластинчатого трубчатого и так далее то есть ротор самый эффективный однако его не делать на маленькие площади потому что это как я уже говорил что это не особо выгодно обычно их используют в больших площадях где большой большая кубатура там такие большие роторы соответственно там они очень оправданы так скажем на квартирах конечно же это тема не совсем актуально но наш рекуператор своими руками будет и для квартир тоже актуальными квартира для частных для небольших частных домов поехали и так нам понадобится для изготовления роторного рекуператора понадобится труба полипропиленовая диаметром 40 толстостенная такая тут 5,5 см толщина 5,5 мм палка алюминиевой трубы диаметром 30 шпилька десятка пару мебельных ножек немного напильников пила и там прочие такие большие инструменты много фольги толщиной 0,1 мм потому что мы будем делать рекуператор площадью 40 квадратных метров вы задумайтесь 40 квадратных метров и конечно наш главный ингредиент рекуператора это корпус его мы его решили сделать из 200 литровой бочки ну так мы уже отрезали одну часть еще отрежем но и будет у нас вот такого диаметра рекуператора если присмотреться на сечение роторного рекуператора то можно увидеть что он состоит из перфорированного листа гладкого листа и снова перфорированного листа и так поочередно они идут идут наполняя целый диаметр такой большой первый вариант как его сделать это мы берем без фольги и складываем его гармошкой вручную готова но жопу этот метод мы пойдем другим путем мы взяли длину отрезков 25 сантиметров то есть взяли 50 разделили пополам получилось 25 дальше с помощью обычного карандаша или маркера и линейки ровной мы делаем разметку нашей трубы на равные части затем берем режущий инструмент и пропиливаем канавки наших будущих шлицов после того как шлицы готовы глубина их должна составлять два с половиной тире три миллиметра ну что лица вас палец получились кривые но это нам не мешает сделать нам наш рекуператор потому что нам не нужна супер какая-то крутая точность воздух через него будет проходить так хорошо алюминиевые трубы нарезаем тоже нужного размера можно взять чуть больше мы взяли чуть больше чтобы у нас был какой-то запас сторон дальше мы берем наш готовый шлиц но и покажу вам просто трубе мы его варим готовый шлиц уже варим в чайнике чтобы он расширился и забиваем нашу трубу 30 может мы подобрали так что у нас все плотно мы прям плотно так она не влазит без и без варенья пока не поваришь не запихнешь варишь пихаешь забиваешь и когда остужается получается соединение без каких-либо болтов она намертва без клея без ничего мертвое соединение идеальное соединение вот дальше делать таких 22 шлица потом мы вставляем получишься так скажем орудие труда такой хот-дог своеобразным и вставляем мебельные ножки тоже мы их туда забиваем здесь сразу не встают они и дальше берем шпильку десятку и вкручиваем она прямо вкручивается идеально в мебельную ножку вот так и вкручиваем в общем берем тоже нужного длины чуть больше чего это и она у вас остается с этого края и с этого края в итоге получается такие вот вальцы который у нас будет вот так вот вращаясь сгибать нашу фольгу прогоняя через них фольгу мы будем ее перфорить перфорировать получая зубья высотой зуба 16 миллиметров делается это примерно так мы вставляем их друг друга и начинаем скрутить вот получилась такая фольга высота зуба порядка вот не более двух миллиметров что соответствует минимальным значением высоты зуба на всем рынке роторных рекуператоров на тот же объем и получаем площадь нашего рекуператора на 25 процентов больше то есть он такой а реально он очень большой давайте замерим длину нашего перфорированной части возьмем по центру прям длина составляет 14 сантиметров и 2 миллиметра теперь мы берем ее и распрямляем конечно до идеального состояния мы не сможем расстрелить близко к идеальному мы ее распрямили было 14 льва осталось 17 2 а если делать большие зубцы то у нас получается объем нашего колеса ротора было бы гораздо больше а так как мы делаем минимальная высоту зубца который только возможно у нас получается площадь очень 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 большая на таком же мы при этом сохраняем объем и так погнали дальше для этого мы объединяем два наших вальца с помощью обычной монтажной рейки и с помощью простой деревяшки в единую систему чтобы они вот так крутились чтобы мы их не руками давили а мы их объединяем здесь вставляем в монтажную рейку сейчас я покажу как это происходит но одна готовая конструкция то есть вот мы все нас насадили на обычную монтажную рейку то что у нас здесь это просто перекос ну шлицы были так нарезаны не обращайте внимание вы можете нарезать гораздо лучше и мы создали нечто такое подобное как раньше в советском союзе было отжималка такая вот отжимать белье такого нас со шлицами вот такая фигня мы так раз как вермишель делаем так потихонечку теперь готовый агрегат мы подаем с задней части фольгу совершенно гладкий и засовываем в нашу отжимальную машину немного надавливаем потому что вальцы у нас достаточно легкие они не имеют веса большого и поэтому приходится и отверстие уже у нас по износились приходится тоже вам показывать уже так скажем поюзанный аппарат для этого вы немножко надавливать вот надавливаем крутим блин и получаем вот такую фольгу рифленую перфорированный кусок рекуператора если зубцы не продавились можно чуть дать назад и еще раз прокатить можно вот так вот прям катать зубцы чтобы они лучше были надо по ситуации смотреть любом случае это лучше и быстрее чем складывать просто фольгу руками в гармошку принципе вот вся технология дальше для наглядности мы взяли вот такую штуку тоже сделали из монтажной рейки фанеры уголков и здесь мы использовали тот же тут же металлическую трубу алюминиевую с той же шпильки так вставили и на нее начали уже наматывать нашу заранее приготовленную перфорированную фольгу делается это вот очень просто такими движениями мы ее сюда раз и наматываем 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 еще раз наматываем и снова наматываем и руки уже все в мозолях а мы наматываем вот по поводу продуваемости если свет видно то поток воздуха будет происходить отлично так разных с костях вот смотрите как видно свет и несмотря на то что торец не очень эстетичный воздух будет ходить по такому рекуператору отлично вот давайте сделаем сразу кусочек один намотаем покажу берется один перфорированный кусок и такой же длины берется плоский кусок для того чтобы получилось пространство но межзубная как могут для чем мы и все в принципе делали приклеивается это все вместе алюминиевым скотчем и плотно-плотно натягивается и начинаем мотать делается это в идеале в нормальном положении так как сейчас вот так мотаем и получаем наш рекуператор мы максимально плотно его тянем не в такую расслабую расслабуха как сейчас я сделала делается это плотно-плотно и более длинным куском не таким коротким как сейчас это просто для примера делается так куском ну хотя в метров метров пять кусков куском чтобы у нас более цельным получался меньше было скотча и таким способом диаметр нашего рекуператора медленно но уверенно растет и таким образом у нас в итоге дорастет до диаметра 58 сантиметров что равняется объема бочки и мы туда его вставим закрепим и уже при собачьем к нему двигатель с приводом и начнем вращать а